В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов провел личный прием граждан. В первую очередь мы будем охватывать все центральные улицы, городские, там, где самый большой трафик. Работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут реализованы в округе в этом году. Будут сделаны абсолютно с нуля новые пешеходные коммуникации с бордерным камнем. Коллектив Витнамской дирекции киносети собрал гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Это предметы одежды, утепленные в первую очередь на зимний и ранний весенний период. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов провел личный прием граждан. Обращения жителей в основном касались улучшения жилищных условий, ЖКХ и благоустройства. Первыми на прием к временно исполняющему полномочия главы округа Станиславу Каторову пришли жители дома номер 56 по Школьной улице. По вопросу признания аварийности здания и дальнейшего расселения. В прошлом году была проведена техническая экспертиза объекта. Дом считается всем документом многоквартирным. Это означает, если это одна квартира, в квартире в аварийном состоянии находятся душ, туалет, ванна, кухня, места складских, под припалом к помещению, в которой одна из наших соседок вышла, и значит у нее кусок цемента упал просто. То есть они считаются аварийными, а эти зоны не аварийны. И в общее заключение дом признан работоспособным. Станислав Каторов проинформировал о том, что в этом году дом будет внесен в программу комплексного развития территории. И после определения застройщика, готового предложить квартиры для жильцов, объект признают аварийным. Но мы должны с вами понимать, что если застройщик, к примеру, есть на территории Ленинского городского округа и уже присутствует, он тогда может предложить сразу расселить. Понимаете, да? И такие застройщики для нас, конечно же, приоритетны. Требуют расселение жители 18-го дома в поселке Суханово. Соседние 17-й будут сносить уже весной. Причина – строительство трассы Юла. Наш дом признан ограниченно работоспособным в связи с горизонтальными, радиальными, вертикальными, трещинами, сквозными до одного сантиметра. Вот. Сейчас стал вопрос о том, что дом, мы хотели бы, чтобы нас также расселили. Дом уставший. Трасса будет проходить непосредственно в близости. Панельная пятиэтажка была построена 42 года назад и находится в 49 метрах от строящейся трассы, а также в 80 метрах от основной дороги. Жители жалуются на постоянный шум. Основная часть плит, когда ремонт делали, да, то есть мы снимали обои старые, на плитах стояли маркировки «брак». Плиты, дом состроен, ну, честно сказать, сбракованных строительных материалов восклипили. Дом изначально по проекту был трехэтажный. В связи с тем, что людей некуда было расселять, а это были сотрудники дома отдыха Суханово, то было принято решение настроить еще два этажа. Проработать вопрос было поручено Сергею Гаврилову, курирующего вопросы строительства в муниципалитете. Сергей Анатольевич, тоже этот вопрос на встречу с самолетом выносим, хорошо? Значит, чтобы они нам представили, куда они будут расселять жителей, в какие дома, значит, какая локация, чтобы мы могли уже встретиться с собственниками квартир и проговорить. Также на встрече были рассмотрены проблемы водоснабжения и водоотведения в деревне Дроздова и замена уличного освещения на территории округа. В первую очередь мы будем охватывать все центральные улицы, городские, там, где самый большой трафик. Менять на светодиодное освещение. Дальше будем менять освещение во дворах. Во дворах, соответственно, в деревнях и так далее. Каждый вопрос в ходе встречи удалось разобрать, обозначить дальнейшие действия. Приемы населения в администрации проводятся регулярно и призваны помочь жителям в решении конкретных проблем, с которыми по тем или иным причинам они длительное время не могли справиться самостоятельно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году в муниципалитете намечен большой план работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, будут отремонтированы дороги в семи дворах округа и приведены в надлежащий вид три народные тропы. Сейчас в отделе благоустройства администрации Ленинского округа активно ведутся работы по подготовке документации. Выйти непосредственно на объекты планируется весенне-летний период. Все они получат новый облик с учетом современных требований к оснащению и безопасности. Это замена асфальтобетонного покрытия тротуаров, проездов, внутриквартальных, естественно. Это у нас озеленение, то, что туда входит, замена урн, лавочек, освещение. Развилка на водорожжено поселок Володарского. Видное благоустройство затронет разные уголки муниципалитета. Адресный перечень формируется с учетом пожеланий жителей. Чем активнее пользователи на портале Добродел, тем больше шансов на изменения. На портале Добродел существует голосование, то есть оно рассчитано на три года. Каждые три года оно меняется. То есть мы можем сходить каждые три года и подавать новый адресный перечень. Любой там дворовой территории. И, соответственно, все жители могут голосовать. Не только за свою дворовую территорию, а также за соседнюю, допустим. Также в этом году обустроят три так называемые народные тропы. От домов 68 и 78 по ПЛК до 30-го дома на Советской. И второго в Развилке у автобусной остановки храм и у школы. Протяженность каждой тропы более 200 метров. Теперь пройти здесь пешком станет гораздо комфортнее. Будут сделаны абсолютно с нуля новые пешеходные коммуникации. С бордюрным камнем, естественно, с выложенным нормальным асфальтным покрытием. То есть это будут благороженные нормальные пешеходные уже коммуникации. Напомним, что работы пройдут в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Цели его амбициозные. Улучшение городской среды в полтора раза к 2030 году. Коллектив Видновской дирекции киносети собрал гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Сергей Морозов служил в армии по контракту 7 лет назад. Его обучали саперному делу. Когда объявили о частичной мобилизации, он понял, что полученные навыки необходимы. Поэтому по собственной инициативе отправился в военный комиссариат. После чего стал участником специальной военной операции. На данный момент он находится в отпуске, после окончания которого снова отправится в зону СВО. Страна поднимается, страна в ажиотаже. Я имею такую профессию, почему я должен где-то сидеть, отсиживаться. Не видел в этом смысла, поэтому пошел узнать, есть повестка, нету. Повестка оказалась. Жена Сергея Морозова – социальный координатор филиала по Ленинскому округу Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Морозова. А также она помогает женам мобилизованных. И на своем примере почувствовала всю сложность ситуации. Я знаю, что муж мой, он действительно только за то, чтобы у всех все было хорошо. И в первую очередь это защита его семьи. Поэтому, наверное, как страшно, переживала очень долго, очень сложно, приходило принять это долгое было время. Но когда приняла, поняла, для чего это было сделано и с какой целью. Вернется на фронт Сергей Морозов не с пустыми руками. Коллектив Видновской дирекции киносети собрал бойцам гуманитарную помощь. Это предметы одежды, утепленные, в первую очередь, на зимний, ранний, весенний период. Во-вторых, это сладости, которые там тоже очень сложно достать, и которые помогают бойцам, скажем так, почувствовать себя немножко в каких-то более приятных и комфортных условиях, нежели они в действительности находятся. Конечно, это медикаменты базовые, которые необходимы были по запросу. Ну и все, что бойцы запрашивали. Ну и, конечно, это письма от детей, которые подготовил ВХТЛ. Вот мы сейчас поедем забирать их, и Сережа их тоже с собой заберет на фронт. В период, пока продолжаются боевые действия в зоне СВО, неравнодушные жители муниципалитета будут и дальше отправлять бойцам гуманитарный груз. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в продолжении темы, все больше бойцов стремится стать на защиту Родины, а государство, в свою очередь, оказать поддержку мобилизованным и их семьям. На территории муниципалитета ведет активную деятельность Союз семей военнослужащих России. В кинотеатре «Искры» его сотрудникам вручили подарок, который облегчит работу и позволит оказывать помощь большему количеству семей. При поддержке председателя Совета отделения торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Владислава Рымши сотрудникам организации «Союз семей военнослужащих России» вручили ноутбук, который позволит быть более мобильным в своей работе. Миша, спасибо еще раз. Спасибо, спасибо, спасибо. Можно я вас обниму? Помощь с подачей заявлений в различные ведомства, введение документа оборота – это только малая часть работы сотрудников Союза. Проект благотворительный. Ему оказывает поддержку администрация округа и нервнодушные жители. Одним из них оказался Михаил Голубев. Он сразу отреагировал на просьбу и выделял технику для работы организации. Но пройти мимо – это, мне кажется, какой-то грех. Потому что, ну зачем? Если ты можешь помочь, помоги. Михаил занимается благотворительностью давно. У него к этому лежит душа. А также на добрые дела его направляет Вера. Десяти лет я являюсь алтарником в городе Видное, вот, в Георгиевском храме. Еще и подяконом у епископа Тихона, это в Екатеринском храме, в Расторгуево. Вот, ну, скажем, там, наверное, и воспитали совесть. В нашем муниципалитете действует социальный проект «Клуб жен мобилизованных», который в 2022 году организовала Анна Морозова. Она лично проводит консультации с семьями и помогает в получении юридической, социальной и психологической помощи. Так как ей приходится очень часто ездить по семьям военнослужащих, и не у всех есть стационарные компьютеры либо ноутбуки, и некоторые обращения нужно делать в режиме онлайн. Сейчас Анна может проконсультировать до 10 человек в день, когда ранее их количество было не больше трех. Она отмечает, что получение техники позволит ей выполнять больший объем работы за короткий срок. Раньше это занимало от суток до трех. Нужно было собрать информацию, нужно было доехать до компьютера, найти время, чтобы сесть за этот компьютер. А теперь все это раз и здесь. Администрация Ленинского городского округа оказывает поддержку военнослужащим и семьям мобилизованных. Это могут быть генераторы, могут быть бензопилы, могут быть специальные приспособления для подготовки, обустройства себе, блиндажей и так далее. То есть вот это основные вещи, если по бойцам. А по гуманитарной помощи здесь семьям или детям, это в основном список банальных вопросов, где-то детский сад помочь, вопрос решить, где-то бытовые условия улучшить, какие-то домашние, в том числе и с коммунальными службами. Работа Союза семей военнослужащих России и Клуба жен мобилизованных продолжается, а это значит, что у каждого есть шанс внести вклад в общее дело. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Также свою поддержку бойцам СВО оказывает Союз Женщин России. Представительницы организации собирают гуманитарную помощь для проходящих лечения в госпиталях военнослужащих. С начала специальной военной операции это уже восьмая акция, организованная Союзом Женщин. Максим Козлов расскажет подробнее. Каждую неделю из Ленинского городского округа отправляются гуманитарные грузы в зону СВО. Это возможно благодаря общественникам, бизнесменам, депутатам и рядовым жителям муниципалитета. С начала специальной военной операции на базе территориальных отделов были организованы пункты приема гуманитарной помощи. Наши неравнодушные жители практически ежедневно приносят те товары, те вещи, которые на сегодняшний день нужны и на передовой, и тем мирным жителям, которые, к сожалению, страдают. Сегодня в территориальное управление пришли участницы Ленинского отделения общественной организации «Союз Женщин России». Они собрали продукты и вещи для бойцов, которые проходят лечение в госпиталях. Для нас это, наоборот, радость, что есть, мы можем чем-то как-то поучаствовать, принести и помочь нашим ребятам хоть чем-то. Когда сказали, призыв прозвучал, что нужно что-то сделать, мы все откликаемся, все дружно, все приходим и все делаем. Основной упор сделан на сборе теплых вещей. Все же зима на дворе, но каждая участница положила свою посылку и какой-нибудь сюрприз. Я занята, работаю, но каждый раз я бросаю все дела, сейчас все бросаю, вот Елена Михайловна в курсе, и сразу бегу. Ну, я обычно сдаю деньги или шоколадки покупаю, бабаевские, для наших солдат. Это уже как будто от души идет. С начала СВО это уже восьмая подобная акция, которая проводится под эгидой местного отделения «Союза Женщин России». Возникла необходимость, прозвучал призыв, нужно что-то, мы откликаемся. Кроме коллективных акций, некоторые женщины сами по собственной инициативе тоже услышали, что кто-то едет в зону СВО, собирают вещи и отдают. Все собранные вещи, продукты и лекарства будут отправлены адресатам в ближайшие дни. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.